МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужда мигрантов обсуждалась как минимум на двух закрытых встречах за прошлый месяц, сообщает издание. В обсуждении принимали участие такие высопоставленные чиновники, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и министр финансов ФРГ Вольфган Шойбле. Последний, как пишут авторы статьи, говорил об увеличении налога на добавленную стоимость или топливного налога. The Times отмечает, что эта новость может сорвать попытки премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона убедить избирателей проголосовать против выхода страны из ЕС. Как сообщил представитель Европейского Союза, сейчас подготовка плана, предполагающего введение налогосолидарности, не ведется. О том, имели ли место обсуждения, он ничего не сказал, добавляет The Times. Рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный рейтинг Volkswagen из-за скандала в США. Снижение произошло с уровня A до A с минусом. Также в S&P уменьшили краткосрочный кредитный рейтинг Volkswagen в иностранной и национальной валютах. Прогноз по долгосрочному рейтингу остался негативным. В агентстве отметили, что кредитная оценка Volkswagen в дальнейшем может быть понижена еще на две ступени. Издание Wall Street Journal поясняет, что решения о понижении рейтинга связаны с проблемами, которые возникли после обвинения в несоответствии визельных двигателей концерна экологическим нормам. Цитата. Цитата. Оценки лакжери брендов более чем в 20 раз превосходят. Показатель операционной прибыли, что вдвое больше, чем у автопроизводителей, поясняет автор. Но, как видно, выросшие риски и волатильность рынка из-за скандала вокруг Volkswagen привели к заметному снижению оценки. По самым скромным подсчетам, Ferrari недооценена более чем на 20%. Худоба или здоровье пытается определиться с выбором журналист Евроньюз в сюжете о ненормальном вес юных работниц индустрии моды. В этой профессии рано начинают и рано заканчивают. 14-летняя девочка на подиуме, которая участвует в дефиле знаменитого дома моды, не считается чем-то из ряда вон выходящим. Скауты, те, кто ищут для модельных агентств манекенщиц, присматриваются к тем, кто едва-едва переступил порог отрочества. А худоба – это производственное требование. Нет времени прилаживать и подгонять платье для девушки, имеющей формы. Проще быть вешалкой. Это быстро, это всем удобно, это не тормозит работу перед дефиле, полагает одна из моделей. Тем не менее, видя масштаб проблемы, многие призывают перестать рисковать здоровьем тех, кто участвует в показах. Как сообщает Caroline Rush из британского совета моды, Сегодня есть правила, и они указывают, что манекенщицам, которые участвуют в показах, не может быть меньше 16 лет. А агентства обязаны выделить сопровождающего, который бы всегда находился рядом с девушкой. Звучат и иные голоса. Некоторые дома мод высказываются на этот счет так. Прежде всех критериев возраста и иных данных, девушка должна быть здорова физически. Мы не нанимаем никого, кто был бы младше 16 лет, для участия в показах. И, конечно, мы следим за тем, как они питаются. Это очень важный аспект профессии. Очевидно, что выбор каждый дом моды и каждый дизайнер будет в этих вопросах делать самостоятельно. Мода мало приспособлена для того, чтобы ей диктовали правила и законы. Она привыкла это делать сама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова